Ни здрасте, ни до свидания, встал, вдох-выдох, там всем надавать по шляпу Вытряхнул из человека Ну что там в браке разбираться? Начинает, например, верить в эту сказку Женщины настолько коварны Заляпаешься и воню будет больше, чем польза Трех человек снял с диагноза шизофрения Бабушки, старушки, там все это, как напали, шарлатан Америку возьму, у тебя в стране все умирают Боятся вспоминать Ты не звучишь больше, чем 2000 долларов Чувак говорил, не мои дети, уберите их Друзья, привет! Меня зовут Сулеймена Валаура Я являюсь регрессологом-гипнотерапевтом А также я проводник игры Лила И я вас приглашаю на сегодняшний подкаст Подкаст называется «Космос» Внутри каждого есть целый космос, целая вселенная И сегодня мы открываем этот космос Вместе с крутым экспертом Я очень рада познакомиться Игорь Ким Игорь, привет! Привет, Лур Игорь, я знаю, я хочу тебя представить просто Я, наверное, твой личный амбассадор Потому что настолько, сколько я тебя рекомендую Наверное, никто не рекомендует Ты магистр психологических наук Энергопрактик, телесный практик, эзотерик Также ты обладаешь каким-то даром Расскажи, что еще я упустила? Ну, вроде все, кроме семьи У меня еще есть семья, двое детей, две дочки И, наверное, пожалуй, это все, что есть, рассказала Классно, супер! Расскажи про свою методику, телесные практики Эмоциональная свобода, да, называется? Эмоциональная свобода — это тренинг По высвобождению эмоциональных блоков из тела человека То есть это те стрессы, те расстройства психологические, психоэмоциональные Которые застряли в теле И с помощью техники я вытаскиваю, помогаю человеку высвободить их Изнутри Это достаточно трэшовая такая тема Почему? Потому что человек, если держал в себе 30 лет, допустим, стресс И его нужно выпустить за 15-20 минут Это в любом случае будет некрасиво То есть это слезы, тошнота, рвота, диарея Вот сейчас у меня товарищ ходит, у него уже четвертый день Он пошел к гастроэнтерологу И выяснять, что с ним случилось Я ему говорю, слушай аффирмации Он не верит, что это психосоматическая штука Он пошел в больницу Вот, и название само Я думал, там, чистка, энергетическая, там, еще что-то Никто не приходил И у меня была на столе книга Учитель мой подарил Это техника эмоциональной свободы Я начал читать технику и понял, что технику я не знаю Но, в принципе, название эмоциональной свободы можно оставить И я оставил эмоциональную свободу с Игорем Ким И начал потихоньку-потихоньку вести практику Что... Как к тебе идея пришла вообще создать эту практику? Или ты у кого-то обучался? Или это твоя чисто авторская методика? Вначале я обучался Сначала я сам попал в жуткую депрессию где-то к 33 годам И в 33 года я нашел своего учителя Это Натали Селезнева Она из Москвы тренер личностного роста Достаточно известная Она не сильно известная, но она очень долго практикует И она мне невероятно просто помогла Это невероятные души человек Она настолько интеллектуальна, настолько духовна Что у меня на тот момент было ощущение, как будто Божество спустилось на землю И вот со мной разговаривает И я каждую минуту, проведенную рядом с ней, ну прям ценил И сейчас до сих пор ценю Но сейчас уже притупились вот эти ощущения Но тогда это для меня было вот как будто Бог спустился И я попал к ней на тренинг Прошел его И три года я ходил за ней вот просто по пятам И как бы Внимал каждое слово И каждый жест ее Я прям, ну вот копировал все Вот Но в какой-то момент я понял, что рядом с ней нету У меня У меня, видишь, у меня проблемы с эгом И я начал себя сравнивать с ней И я понимал, что я не как она И у меня самооценка падала просто дико И я решил, что нужно отдельно вести практики И начал отдельно вести практики И появилась потом своя методика Вот это вот давление, там куда-то подстукивание Но давление и подстукивание Это тоже от бездарности моей Почему? Потому что я не видел, как она Я не чувствовал, как она И мне приходилось через физические проявления блоков Делать какие-то вещи и вытаскивать И для меня было подтверждением того, что я что-то могу Когда человек вырвало его Он плачет, он кричит И поэтому я пошел вот этим путем через тело Значит, произошло освобождение вот этих блоков То есть во время плача, криков и так далее Да, это те застарелые стрессы, которые человек задавил Нас же воспитывают, когда говорят У нас же как побьют, а потом что-то ревешь И потом еще мало того бьют и говорят, не плачь И взрослые люди, когда плачут, они так делают И ты плачет, я разрешаю, они не могут И поэтому много у людей внутри эмоций сдержанных И они дико мешают нам жить Дико мешают человеку проявляться И поедают огромное количество энергии Потому что на сдерживание уходит много энергии Больше, чем создавать, мне кажется Мы обязательно вставим моменты, картинки или видео Вставки из твоей практики И я бы хотела спросить Во время вот этих сеансов Когда человек видит, что происходит в процессе Или у других людей, он не пугается? На самом деле, это же вау-контент называется сегодня Я и с этого и начал Почему? Потому что на фестивале 4Record Скажи, какой это год, когда ты начал? Сколько лет ты занимаешься? 2011-й я познакомился с учителем И где-то с 2012-2013-го я прям уже Ну с 13-го я начал уже серьезно практиковать И на фестиваль 4Record в Алмате есть И там меня увидела редактор КТК И позвонила потом после фестиваля Говорит, можешь это сделать на камеру Ну собери народ, я тебе сделаю И она собрала своих людей Сняли на камеру Мы поехали в Алмара-сан Прибежали сразу пожарники Егерь прибежал Прискакала милиция И хорошо, что у нее была корочка журналиста Она им что-то там сказала Они ушли все Но На саму передачу Она была Как она называется? Наша правда Наша правда, наверное И я Сидел в студии И они вытаскивают, знаешь Я так серьезно давал интервью Если честно, 4 часа И Они просто вставили весь ужас, который был В 10 секунд И все, да? С криками со всеми И потом меня выпускают Он так делает И меня там бабушки-старушки Там все Как напали Шарлатан Но После съемок передачи Это было Невероятное количество Звонков от людей И так я понял Что я нужен Классно Классно А на самом деле Вот ты говоришь Посыпался хейт Хейт на тебя часто льется Или вот тебя шеймят За то, что ты Там Ввергаешь людей В такое состояние Эмоциональные Вот эти всплески Часто тебе пишут Негативные комментарии? Мне часто пишут Негативные комментарии Часто обвиняют Единственное Сейчас Меня обвиняют На людской боли Нажился Шарлатан Все равно не помогает За один раз Вообще Психология никогда Не помогала С одного сеанса Психология помогает Как минимум Через три года Ну это На всякий случай Это если Психолог высшего класса Там Академик какой-нибудь Три раза в неделю Три года У тебя отпустило Такой идеи Самой по себе Чтобы помочь За один сеанс Ее практически нет Да? То есть И наши люди Они требуют Эффекта с первого раза И Я наверное Единственным Кто может Этот эффект Ну как бы Не то чтобы гарантировать Но выдать За один сеанс То есть Сама телеска В чистом виде Это тоже Там 10-15 сессий Точно это Психология Три года Коучинг 15-20 сессий В год То есть Перманентное состояние Развития просто А здесь Просто чтобы Сбросить Вот этот Вот балласт Ну 20 минут То есть Если убрать Вот это Здравствуйте И до свидания 20 минут Обалдеть Вот Это я Мне иногда кажется Что я как на флейте играю Тут сюда нажмут Там нажмут И человек кричит Плачет А ты считал сколько Клиентов Или пациентов У тебя было Вот с 11 С 12 С 12 Года По грубым Подсчетам Около 20 тысяч Я насчитал 20 тысяч Человек Обалдеть Стадион Небольшой Какие самые Большие Изменения В жизни Людей Которые Произошли За вот эти 10 лет У твоих Клиентов За 10 лет Вот такое То что для меня Прям был вызов Особенно первые Там 5 лет Я Трех человек Снял с диагноза Шизофрения Ого А как это такое бывает Это было Знаешь Это одну Женщину мы вытаскивали Это сеанса в 15 Было Одного парня Я вытаскивал Это часов в 5 Наверное Там Ну это просто Что-то кошмар Это был И Девушка ходила Где-то год Одна Она не узнавала Детей Говорила Не мои дети Уберите их Она лежала Даже в больнице И Через год В течение года Она ходила Через год Она Вернулась То есть Это люди Действительно У кого диагностировали Шизофрению Установлено И у них Сняли потом Этот диагноз Обалдеть Так бывает Серьезно Ну бывает Но больше Я за такое не берусь То есть Почему Потому что Это всегда Длительный процесс И всегда Без гарантий Видишь И Должно хватить денег И терпения И веры То есть И третий фактор Сходится не у всех Хроническая усталость Убираю Уже Очень легко Очень легко Убираю Панические атаки То есть Да там От одной До трех Сессий Где-то Сонный паралич У кого-то Вот эти Каких еще Лунатизм Там Такие вещи Тоже Одна Две Сессии То есть Обиды На родителей Часть 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 Обиды Из тела Я вытряхиваю Это Одна сессия Если без всяких Там воздействий Каких-то Вот чего-то Этот Просто Эмоции сбросить Это одна сессия И плюс Рекомендации Там письма прощения В течение 40 дней Писать И тогда отпустят Но Девять из десяти Не пишут Письма прощения А очень зря Очень зря И все хотят Быстрый эффект Быстрый эффект И говорят А потом не вернется Письма прощения Пропиши Вернется позже Это как Стоматологу спрашивать Это на всю жизнь пломба Больше не будет У меня кариеса Зубы чистить будешь Может быть Попозже подойдешь Да На самом деле Я проходила Эту технику У твоей ученицы Махпалдос И двухдневный У нее был тренинг И на третий день Мы по-моему Как раз таки Писали письма прощения И техника Пустого стула Я выговаривала Со слезами Это было В семнадцатом Или восемнадцатом Году И я помню Это была первая техника Которую я использовала Для прощения Собственного отца И мне это Очень сильно помогло Я с тех пор Безумно Я всем рекомендую Потому что Ко мне приходят Многие на игры На сеансы И я понимаю Что в течение игры Или сеанса Я не могу До конца Человека раскрыть И я понимаю Что вот такой Быстрый И очень четкий Метод Подходит именно им Проработки В прощениях Письмо прощения Я прям ссылку делаю На твой ютуб канал Где у тебя есть Отличный пример И кстати По твоей Вот этому видео Я сделала Это письмо прощения После этого Я прочитала Книгу Радикальное прощение Я так понимаю Это письмо прощения Основывается На этой книге Да? Ну возможно Все уже говорят Про прощения То есть Первое Это началось В религии И потом Это уже Психологи Подхватили Вообще Очень многие Вещи В психологии Они пришли Из религиозных Трактатов Очень много Пришло Из там Аюрюведы Ну и до сих пор Это все несут Не переделывая Ничего Вот Поэтому Не поймешь Где чей сын Понятно Скажи пожалуйста А чем ты занимался До телесных практик До всего этого Я был Менеджер по продажам Я Пик моей карьеры Был директор По продажам По Казахстану Вот И я занимался Косметикой Серьезно Какой Это надо здесь Без разницы И знаешь Я занимался Косметикой И у нас было В компании 1200 человек И все женщины Практически Это сетевой маркетинг Это нет Это прямые продажи Через ФМСЖ рынок На мою должность Ставили ставки Там на месяц Пришел человек Через два месяца Его сольют Я продержался Полтора года Пока компания Не закрылась И я научился интригам Я научился запоминать Все, что я говорю Я научился разговаривать Я научился Переигрывать женщин То есть Это очень оказалась Сложная тема И я понял Почему женщины Настолько коварны Потому что они запоминают Каждое слово Которое они говорят Ну мне кажется Ты дева Ты тоже запоминаешь Много чего Разве нет? Это Связано с характером Твоим Со знаком Не знаю Зодиака Для меня Знаешь Это для меня Очень энергозатратно То есть Врать везде Одинаково Для меня Очень энергозатратно А запоминать Все, что там Кто что сказал И так далее Я сейчас не запоминаю Практически Классно Все супер А расскажи Кто у тебя Вот так чисто Отличенно Пока мы говорим Про знаки Зодиака Ты дева А твоя жена? Дева тоже Тоже дева Как уживаются Две девы? Нормально Расскажи В чем секрет Твоего Вот семейного Брака И такой Идиллии между вами Сколько лет Твои браки? Мы в браке Это очень хороший срок Да Классно По сегодняшним меркам Это нереально Продолжительный срок Да Но Основной секрет Это терпимость жены Наверное То есть Только так Потому что я в быту Очень противный Со мной очень сложно В быту Я очень требовательный Я взрывоопасен Ну то есть Если бы у нее терпимость Мы вряд ли бы Долго прожили Мне кажется А как вы Уживаетесь вместе? Вот вы договариваетесь Вы как партнеры Как друзья Кто кому уступает Чаще всего? Ну чаще она уступает Но в последнее время Что-то я стал уступать Мне кажется С возрастом Происходят какие-то изменения А часто тебе приходят С семейными вопросами Вот муж и жена Хотят помириться Или расстаться Вот такими вопросами Приходят Они хотят Безболезненного Расставания Или Слияния Но безболезненно Это не произойдет Потому что всегда Есть какая-то Третья сторона В виде Мамы его Либо ее мамы Либо Там есть Любовница Любовник есть И вот эти треугольники Все они очень Такие сложные И легких путей Там нет Кого-то придется Прям с мясом От себя оторвать А вообще В принципе Существует легкий путь? Мне кажется Любой рост Сопутствуется Болью Нет? Видишь Люди Когда идут К специалисту Они же сами знают Что делать Если честно Что там В браке разбираться Ну ты сказала Конечно Нет Там же понятно Вот здесь отсеки Тут этот Единственное Никто не решается Но Когда ты им говоришь Прям настоятельно Рекомендуешь Ты как будто Часть ответственности Берешь на себя Но я сейчас Учусь на коуче И поэтому Я теперь перестал Этим заниматься То есть я перестал Давать рекомендации Прям То есть я Человека довожу До того Чтобы он сам додумался А как? Если человек не понимает Ну нет Наводящими вопросами А тебе нужно А не надо А представь Что ничего не изменится Вот 20 лет прошло И ничего не изменилось Что там И человек начинает Вот там триггерит Как 20 лет Ничего не поменялось Я хочу изменить Ну тогда меняй Ну я часто вижу В твоих прямых эфирах Когда спрашивают Расставаться Не расставаться Ты говоришь Ну если такая ситуация Ну тогда расставайтесь То есть как бы Ты очень легко Даешь вот такие советы Ну если женщину бьют И там Он бухает Да В каких ситуациях Стоит вообще расставаться И не сохранять брак Рукоприкладство Это 100% Лучше расстаться То есть там смысла нет Это неизлечимо Видишь Единственное Есть отличие Что женщины Что принимать за рукоприкладство Потому что иногда Она сама на кулак прыгает И потом она говорит Что он ее избил А бывает Что мужчины методично Прямо избивают И лучше расстаться Сейчас нас зашемят Как эту Регину Тодоренко Помнишь Когда она А ты сама напросилась Или что-то в этом роде было На самом деле На самом деле Очень часто Сами напрашиваются То есть Ну это И что делать Разве это повод Для того чтобы Ударить Чтобы бить Да Ну я поэтому говорю Расставайся тогда То есть если ты сама Даже допрыгалась И выпросила Лучше уйди Потому что ты каждый раз Будешь просить добавки А мужчина допустим Если честно Я в жизни Никогда женщину не била И мне очень тяжело Представить Ну с какой целью Это делается Мне очень сложно Кричать я кричал То есть Давить я давил морально Но чтобы ударить физически Мне кажется Ну нет в этом Никакого смысла Во-первых Заляпаешься И воню будет Больше чем пользы Проще уйти Мне кажется От конфликта с женщиной А если не отпускает Мужчина Там скажем Такой абьюзер Тиран Который вот Не бывает Чтобы не отпускал Под угрозой Бывает что ты Сама согласна терпеть И ты придумываешь себе Что он меня убьет Он там Родителям что-то сделает Машину сломает Ну то есть Женщина сама себе Короче не женщина Давай так Жертва сама Придумывает причину Чтобы не уходить Окей Получается Из поведения жертвы И насильника Можно вообще выйти Или тиран Можно Можно как Нужно собрать вещи И уйти Посмотри Почему жертва Не хочет уходить Потому что она боится Ответственности Чаще всего Вот этот абьюзивный мужчина Это мужчина Который Ну Финансово Наверное Стабилен Более-менее Да И он давит Женщину Которая Финансово Не стабильна И он на это и давит И она Поэтому не может уйти И когда Ей надо будет уходить Ей придется Выйти на работу Что-то делать И не все хотят А часто ли К тебе приходят Девушки После насилия Или пережившие Насилие И как они Ведут себя Какое у них поведение Знаешь Я По внешнему виду Вижу Над кем было насилие Над кем нет То есть это видно По поведению По глазам По Реакциям Каким-то И как они скованы Себя Зажаты Они обычно Ты так не отличишь Это вот Такие микро Какие-то движения Такие Глаз Рук И прям видно Это сильно считывается Страх перед мужчиной То есть она Четко держит дистанцию И не понимает Она Всячески Старается Не прикасаться К рядом Когда мужчины стоят То есть она Не пересекается С ними Но во время сеанса Вы получается Вскрываете эти моменты Да Происходят воспоминания Из этих ситуаций Или как Бывают воспоминания Бывают Моделируем ситуацию Какую-то Она вспоминает Как она стояла Где стояла Что происходило Она начинает Это все воспроизводить И в эти периоды Начинает Это все выходить Где-то я помогаю Нажимаю на триггерные точки Почему? Потому что Женщина же привыкла Это сдерживать И она старается Опять это все запихать А я ей помогаю Не идти В рефлексию То есть я начинаю Подбивать ее Где-то вытаскивать И она вот таким образом До конца Вот это все выходит Основная задача Чтобы боль вышла То есть до конца То есть до дна Прям дойти Если останется Хотя бы чуть-чуть Оно опять вырастет Как гнойник Да Но многие же девушки Которые пережили Такой момент Они боятся Вспоминать это Боятся снова переживать Это вот Что бы ты сказал им? Я бы сказал На терапию Точно приходите Либо ко мне Если вы как-то далеко Вы можете сходить К психотерапевту Или к психологу Но с этим работать В любом случае надо Второе Я бы хотел сказать Что эта проблема В Казахстане Она очень острая Я если честно Нигде я это не озвучиваю Но очень высокий процент Насилия в Казахстане Над женщинами А может стоит Озвучивать? Может стоит Об этом говорить? Я если честно Я боюсь хейта По этому поводу Ну не бойся Мы вместе Это переживем По моим Субъективным Каким-то ощущениям Примерно Каждая четвертая Женщина В Казахстане Подвергалась Сексуальному насилию Примерно Или эмоционально Да Домогательство Вот То есть Вот просто Эмоционально Там Вот это Типа Грубые подкаты Вот эти непонятные Колхозные Угрозы Ну не угрозы Типа Я бы тебе И там Что-то Это 99,9% Женщин Подвергалась Такому насилию То есть Это таксисты Это где-то На улице Может просто Человек Пройти Сказать Причем У меня же Две девочки И старше Как бы Я же вижу Что происходит Она приходит Ее там Тригерит Иногда Потому что Кто-то что-то сказал Вот просто Мужик прошел Что-то сказал Ну с какой Ты имеешь право Подростку что-то Говорить Даже если Это не подросток Какой ты имеешь право Что-то там Выговаривать А какие у тебя отношения С дочерьми Ты часто с ними Открыто разговариваешь Они тебе доверяются Открываются Как папе Со старшей Мы разговариваем Я не скажу Что мы прям Друзья-друзья Но мы любим Друг друга И каждый день Про это говорим Да Мы обнимаемся Я тебя люблю Я тебя тоже люблю Доброе утро Я тебя люблю Спокойной ночи Как важно это говорить Ребенку Обнимать его Говорить Я тебя люблю Чтобы сейчас Те родители Которые это слушают Понимали это Это самооценка Это та самооценка Которую закладываешь Ты ребенку Тем более Для девочки Очень важно Чтобы ее любил отец Это ее внутренняя самооценка На всю ее жизнь И отец закладывает Насколько она будет уверена Насколько она будет умна Насколько она будет Достойна того Что и те блага Которые ей будут приносить Жизнь А с младшей дочкой Как у тебя? С младшей Пока просто Я ее балую Если честно Сейчас у нее возраст такой Что еще можно баловать А если дочери Чаще всего Пережившие Вот у меня недавно Только была ситуация Девушка говорит Что она не рассказала Своим родителям Хотя была попытка Изнасилования Вплоть до самого акта И вот что делать Если ребенок Боится рассказать Своим родителям Не рассказывает А он не расскажет Родителям Если он им не доверяет То есть очень важно Выстраивать Взаимоотношения С ребенком такие Чтобы ребенок Не боялся Рассказать тебе все Это же Одно из правил Пикапа Если ты Не хочешь Чтобы тебе врали Будь честен просто Позволяй все Ничего не запрещай Чем больше запретов Тем больше ты не знаешь И поэтому Ребенку важно Позволять все И ни за что Его не оценивать И не ругать И тогда ты будешь Знать все про него Если ты Вот так не делай Туда не ходи За что ты наказываешь То ребенок Просто То за что ты наказываешь Будет тебя за это ругать Ну в смысле Будет не ругать А как это Молчать Скрывать начнет Интересно Скажи пожалуйста Вот ты сказал Во время сеанса Ты нажимаешь На триггерные точки Что за точки Откуда они появились Как ты о них узнал Триггерные точки Я первый раз узнал на массаже Если честно Я пошел на массаж И он куда-то надавил У меня из глаз слезы пошли Я вообще не понял Что это такое Но у массажистов Это получается очень случайно А у меня это Получается методично Я прям выучил Все эти точки Где они находятся И Какие эмоции Где зажаты И я прям Всех проверяю То есть подавленная воля Это район пупка Душа закрыта Это грудное дело Здесь в Тимузе Скулы Это подавленный гнев Уши нежелание слышать И глаза нежелание видеть И скальп Это Подавленные истерики Скальп это куда-то На голову прям нажимаешь Я прям Отдираю А Волосы Я вот пальцами Начинаю В общем знаешь Там как скальп прилипает Когда у человека Много истерика У него скальп прилипает К черепу И он не отходит И его когда отслаиваешь Прям просто Это невероятно больно Так это же кайф Я не знаю Я на массаже люблю Когда волосы Прямо сейчас супер Это невероятно больно Но эмоции Вылетают просто Ну там видишь Делай Вот сейчас все начнут Перед зеркалом себе давить Да Кстати А можно ли самому Эти точки себе продавить Нет Ну это Не получится Почему Нужно ловить состояние Определенный человек То есть его нужно ввести В определенное состояние И в нужный момент Просто поддавить И объяснить То есть И тогда оно выйдет Вы можете конечно Это сделать дома случайно Но я бы не рекомендовал Потому что Одна женщина В России До пандемии Или в пандемию Она посмотрела ролики И сказала Я буду как у вас на роликах Поставила видеоролик В ютубе Стала Начала дышать Ее все свернуло Короче Начнулась в больнице Убалдеть просто Ее спазмировало Все тело Она начала биться В истерике Кричать Соседи услышали Она не смогла выйти Из этого состояния Она не смогла выйти И мало того МЧС приехали Вскрыли двери И подумали Что она заболела У нее там Это же Как Ее увезли в больницу Просто И она говорит Игорь Я вот сам Я говорю Ты вот в подушку Не могла орать Зачем ты орешь На весь дом То есть Ну нужно Беспокоиться О себе И поэтому Я не рекомендую Это дома делать Вообще самостоятельно Не надо пугать Ни себя Ни соседей Это жуткое состояние Паралича Но с ней потом Все нормально Ну нормально Конечно Чего с ней будет А для чего дышать Я знаю Что на ваших сеансах Вы активно дышите Вскрываются блоки Когда человек дышит Не так Как обычно Все блоки Эмоционально Не проявляются В теле Они начинают Твердеть Холодеть Они начинают Спазмироваться Вот я сейчас расскажу Свою ситуацию Что произошло у меня Мы где-то минут 40 Очень активно дышали И вот эта гипервентиляция Плюс гипернасыщение кислородом Я чувствовала Каждой клеткой Что происходит В моем организме В какой-то момент У меня скрутило руки Вот таким образом Это было Вот кажется так Я просто не могла Не разжать У меня были салфетки В руках И не могла разжать руки Что это было Что произошло Это Смотри Вот научный термин Я придумал Чтобы никто ничего не понимал Это энергоинформационное Воздействие на биополе человека Да То есть И на этом моменте Все стесняются Переспросить Что это такое Это Вот в простонародье Это что-то вроде магии То есть Это тогда Когда дорога закрыта Ну вот Что-то такое Да Мне кстати Тоже об этом сказали Что это возможно Какие-то порчи И так далее Что это Вот вообще Ты веришь В существование Этих порчи И объясни мне Как это работает Для людей Это очень дико слышали В 21 веке Но Как энергоинформационное Воздействие на биополе человека Больше в это верится Чем В существовании магии Но Если чуть-чуть Окунуться в квантовую физику То в принципе Воздействие На одну молекулу И другая Реагирует Возможно И вот эти привязки Могильные прикопки Еще какие-то Это все Свечи Иглы Это все работает Она работает Ну как я понимаю Вот это вот Порчи И так далее Родовые часто программы У нас Такое Принято Да И часто говорят О том Что вот у нас там В роду Несколько мужчин Умерло И поэтому там Следующего мужчину Предостерегают И как правило Этот мужчина Начинает например Верить в эту сказку И соответственно Для него это Начинает работать Это так? Как это работает? Вот механизм такой? Отчасти Если человек Начинает активно В это верить И он Все вокруг В его семье Или окружении В это верят Или это происходит На коллективном сознании Подсознании То тогда получается Это начинает работать На всех Правильно? Правильно Ну смотри Как это сказать Когда много людей Верит во что-то Вот допустим Там семь теток Верит Что он умрет В 54 года Он умрет В 54 года Если он Перепрограммирует Свои родовые программы Где-то там у себя В голове То что бы тетки Не думали Он будет жить больше Ну то есть Сколько ему отпущено По-настоящему А как Свои родовые программы Поменять? Это на сессию Условно Если Да Это сессия Например Алкоголизм Передающийся По наследству Это очень частая проблема Алкоголизм Передающийся По наследству Чаще всего Это Образ жизни Первое Второе Это может быть Какие-то энергетические Сгустки Которые передаются Из поколения В поколение Что-то вроде Я не знаю Там В психиатрии Говорят Этот Тени Последний раз Я слышал Такое Мне понравилось Тени Вот Это тени Которые переходят От одного человека К другому И приводят К его К определенному Образу жизни Эти тени Нужно просто Вытаскивать Тени Ты подразумеваешь Сущности Сущности Их джинами Называют Бесами По-разному Давай как раз Поговорим об этом Часто ли ты сталкиваешься С сущностями У наших людей Это 80% засаженные Почему так много? Откуда? Это мало уже Раньше было больше Сейчас поменьше стало А откуда они появляются? Страх Злость Агрессия Ненависть Любая негативная эмоция Когда она в апогее Оно В общем Техника такая Сначала ты идешь Ходишь позитивный Потом тебе на ногу Наступили Ты чуть разозлился И ты начинаешь Ну вот Идешь и психуешь Теперь мне надо Почистить ботинок Потом вдруг Они его промяли Там не отремонтируются И так далее И ты начинаешь Потихоньку Потихоньку Создавать Негативную Агрессию И вот эта Грубо говоря Сущность Та которая Низкочастотно Напитается Этой энергией Она к тебе Присматривается Как потенциальной Жертве И чуть-чуть Эту энергию С тебя подъедает В какой-то момент Ты начинаешь Генерить больше Она думает Это источник энергии И начинает Присатываться К ауре Потом Когда ты еще Сильнее Начинаешь Негодить Она уже Влезает В сознание И бывает До того Что такое Проникновение В сознание Что когда ты Эту сущность Вытаскиваешь Из человека То есть человек Два дня Ходить Заново Учится То есть у него Нейронных связей Как ходить Даже нет Своих То есть по сути Там человека Нет Там уже Сущности Больше Эта сущность За него Жила Какой-то период А вот Индусы Или Тайцы Часто говорят Чтобы друг друга Не обижать Не злиться Там друг на друга Они стараются Не реагировать Чтобы не забрать Во-первых Чужую карму И в этот момент Чтобы вот как раз Таки не было Присоски Их сущности И так далее Как ты к этому Относишься Я вообще против того Чтобы чего-то Сдерживать И что-то не реагировать А как Ты должен Вот наступили на ногу Ты должен быть В абсолютном Как это В сознании Абсолютного принятия И когда у тебя Это есть Тебе наступили На ногу На голову Насрали Тебе никак Вообще То есть ты точно Понимаешь Что это Нейтральные события И к тебе Лично Оно не имеет Никакого отношения Но Из-за того Что мы живем В материальном мире И в этом мире У нас Эго Это основной урок То мы Это сможем сделать Какие-то Тебе Могу Сразу Деньги Их Чистая Чистая прибыль Тебя Очень сильно Как Объясни Часто говорят Почему Не принятие Благ Внутренне Стремятся Давай Есть люди После этого И после этого У меня сейчас Обувь Я к обуви Отношусь Очень трепетно Это первое И второе Я стараюсь Чтобы она была Дорогая Для тебя Вот как мужчины Когда ты смотришь На мужчину Богатого Какой показатель Богатства Ты в них видишь Часы Обувь Какой-то Брендовый Бренд одежды Я по брендам Сейчас не сильно смотрю На что ты обращаешь Я обращаю внимание На уверенность в себе То есть они Более уверенные И они Быстро принимают решения А часто у тебя Бывает эмоциональное Выгорание В связи Вот столько Энергии ты Тратишь На то Чтобы людей С людьми Прорабатывать С 2020 года Я начал Первый раз Я понял Что у меня Эмоциональное выгорание Потому что В 2020 году Я захотел Захватить мир То есть у меня Я думал Америку возьму Сейчас поеду По Европе Потом это То есть В Китай заеду У меня прям Уже были организаторы Там везде А сколько стран Ты В скольких странах Ты проводил Свои сессии Немного Россия Казахстан Дубай Весь Дубай В Нагуа Один раз я сделал И в США Я сделал прям Гастроли Лос-Анджелес Майами Нью-Йорк И Чикаго Их мышление Мышление Зарубежных Вот людей И наше мышление Наших людей Отличается А я же там Со своими В основном работал А то есть Наша Это с миграция Наша миграция Я понял Все боли Миграционные Это вот Какие Давай Боль мигранта Это Когда тебе Не дают гражданство Ты не можешь Выехать А здесь У тебя в стране Все умирают Да там Потому что Ты гражданство Не можешь получить Там 15-20 лет И вот это ощущение Одиночества И ностальгии Она все равно Их там Догоняет Чего же им там Не хватает Любви Вот это Чувствует Тепла От нашей родины Мне кажется Это Знаешь Вообще Всегда И там Я всем советовал Что мой дом Там где я нахожусь И вот это Очень нехорошая Привязка Когда Ты сильно привязан К месту Да И потому что Место Наша планета Земля И мне кажется Что проще Так жить Чем отделять себя Или причислять Какой-то К национальности К государственности Это же условное Деление Все Продолжай Я тебя перебила Ты в 20-м году В 20-м году Я понял Что У меня Эмоциональное выгорание Потому что Начался ковид И Я 10 лет Без остановки Пахал И вдруг Все остановилось Да И Я смотрел И не понимал Что делать Я суетно Начинал опять Работать Как только Отменяли Этот карантин Я За За время Вот этого Карантина Ну в общем За этот год Вот этого Всего Я переболел Ковидом Четыре раза Первый раз Я думал Сейчас вот-вот умру Потом Я думал Просто Вот Половина того То что было Потом мне Показалось Просто сильный Сильный грипп Потом просто Простуда Четыре раза Я ковидом Переболел И это Сильно ударило По Моим По гормональному фону Ударило По телу Очень сильно И я начал Искать Пути Оздоровления И я вот Три года Уже Третий год Я просто ищу И С эндокринологом Работал И потом С тренером Работал Велосипед Купил В общем И я понял Что есть точка Невозврата Когда нужно Обратиться Все равно К врачу Никакие практики Те не помогут Возможно Но Это не значит Что нужно Отрицать практики Очень важно Чтобы это было Вместе С традиционной медициной То есть Все равно К врачу Анализы Кортизол Сколько У меня Кортизол Был завышен Сто раз По-моему Это же Гормон стресса И гормон смерти Его называют Врачи У меня Кортизол Был По-моему Сто раз Ну как-то он Дико был Высокий То есть Это стресс От работы Ну я Смотри У меня было 4 тренинга В месяц Я принимал В день По 16 человек Ну В среднем Где-то 12 принимал Каждый день В течение 10 лет И у меня Для восстановления Я сейчас В том возрасте Когда еще Все можно Изменить То есть Такого нет Что надо Отрезать Что-то Оно все Меняется Но нужно Методично К этому Идти То есть Сейчас Давай Тогда Кто Насмотрит Энергопрактики Какой им Совет Ты дашь Для того Чтобы не Выгореть Вообще Для всех Чтобы не Выгореть Всех денег Не заработаете С одной стороны Но с другой Стороны Если вы До этого Никогда Не зарабатывали Вот как я Допустим Я до 33 лет Не зарабатывал Нормальный денег И когда они Только пошли Я боялся Остановиться И как я Только Заработал Себе Я не знаю Я закрыл Там Свои Материальные Проблемы Какие-то Детям Что-то Там Позакрывал Да То есть И Сейчас Я Вот На парах Просто Работаю Я вот Аккуратно Работаю Потихоньку Индивидуальные Сессии Мастер-классы Тренинги Отменил То есть Такое Очень частая Проблема Это Гормональный Дисбаланс У женщин Они не могут Похудеть Чтобы они Не ели Не пили И вообще Могут Сидеть на диетах И ничего Не есть Что делать А гормоны Сон И Второе Это Спорт То есть Нормальный сон Восемь часов Ты спокойно Высыпаешься В теории Ложимся Полдесятого Встаем В шесть В пять Занимаемся Спортом Потом Какие-то Дневные И По-моему С трех до пяти Нужно заниматься Либо спортом Либо спать Либо секс Потому что С трех до пяти Вырабатывается Кортизол И кортизол Он разгоняется Тремя способами То есть Это секс Спорт И Чего я говорил Я не помню Ну ладно Сон А сон Ну да Хорошо Для тех Кто все-таки Не может сбросить вес Вес это что Обиды Боль Психосоматику Это Защита От окружающего мира Это Это У некоторых женщин Бывает что Они так прикрывают Свою сексуальность Как бы У них было В детстве Какое-то опять Сексуальное домогательство И она решила Что она Должна быть Непривлекательной И она поправляется И чтобы просто Не привлекать Внимание к себе Но есть другая теория Что ты становишься Больше Тебя виднее Нет Есть теории разные Но я же Я же прям Из терапии Вытаскиваю Это Кейс Прям Из терапии Ну или действительно Другая сторона Это человек хочет быть Более заметным То есть Его может В детстве Не замечали И он теперь Стал больше Не знаю С этой стороны Так не подходил Но Вот смотри Полные люди Они Сколько бы Они не отдавали Они отдают Мало То есть Это люди Которые Как это Это люди Которым дано Большое количество Энергии С которой Они не делятся Классно Очень хорошее Замечание То есть Это Что Жадность Это не жадность Просто Непонимание Я на себе Когда это Смотрел Я думаю Чего я там Не додал Да Я пахал Как проклятый То есть Сейчас я точно Понимаю Что Дело в созидании Не сколько ты Прям физически Там лопатой маешь А именно В созидательном Процессе То есть Какие вещи Ты создаешь В мире Для того Чтобы мир Стал лучше И если ты Посмотришь Мои последние Видео То я Стал Сильно Ровнее И мат У меня ушел Наверное Процентов На 90 Практически Да Кстати Я хотела Тоже об этом Спросить Ты сказала Что перестал Материться Там были Какие-то Вредные Привычки От которых Ты избавился Тут я просто Не знаю Еда Только Еда А что Сталось Я поесть Люблю Но Работа С эндокринологом Она сказала Что нельзя Есть углеводы Сахара И так далее Я не ем Ты строго Придерживаешься Я не строго Но я держу Да То есть Я не ем Хлеб Дрожжевой Я ем Мало Чуть-чуть Лаваша Я не ем Белый рис Я ем Только Бурый рис Сейчас Как это Длинные углеводы Называются Вот А как ты Относишься К интервальному Голоданию Я как-то Смеялся Я не люблю Интервальное Голодание Я люблю Интервальное Питание Но Недолго Недолго В горах Наверное Это тоже Дало Очень сильный Толчок Что энергетические Люди Которые работают В духовном направлении Они развиваются Духовно Делают различные практики Они меньше едят И соответственно У них больше энергии Они питаются Этой энергией Я знаешь Что думаю Что Человек мало есть Тогда Когда он живет Интересно Класс Почему? Потому что Когда тебе Интересна эта жизнь То Ты забываешь Про еду Да Про еду И про сон Да Но когда тебе Ты в стрессе И тебе неинтересно Ты пытаешься Это все зажрать Потому что Какое-то счастье Хотя бы Небольшое Коротковременное Но должно быть Да Поэтому Ты заметила Что в путешествиях Ты много не ешь Да То есть В пятизвездочном отеле All inclusive Ты жрешь все Да Но когда ты начинаешь Выезжать В какие-то там В турпутевки На водопады Еще куда-то На острова едешь Ты не ешь вообще Потому что Этот день для тебя Становится интересным То есть отсюда вывод Больше двигайтесь И ваша жизнь Станет ярче Интересней Делайте новые движения И наверное Новые результаты Придут к вам И соответственно Вы будете меньше есть Пробуйте Различные варианты Да я согласна Что все-таки Энергетические практики Должны быть вкупе С традиционной медициной Если есть вопросы Со здоровьем Да То есть мы можем Это совмещать С эндокринологом И с другими врачами Очень интересно Продолжаем А духовность Должна быть Вместе с бизнесом А как это Объясни мне Потому что Предприниматели Очень часто Духовную сторону Они отрицают А старые предприниматели Они к этому стремятся К религии И так далее Да Но Моё понимание Что развиваться Человек должен Во все стороны То есть Я видел много Духовных людей Которым Есть нечего То есть Они живут Очень посредственно Это тоже перекос Которого Не должно быть То есть Человек должен быть Гармоничен И духовно И финансово И тогда Появится свобода Потому что Что за свобода Когда у тебя Нет денег Первостепенно Что Духовность Или материальная То есть Ты сначала Себе Делаешь Материальную подушку А потом Духовно развиваешься Или как Для материального человека Мне кажется Проще так Ну Даже у нас В игре Лила Есть Сначала Первые два уровня Это материальные Все люди Сначала И по пирамиде Масло Развиваются Материально А потом Все-таки Духовное приходит Но в какой-то момент Нужно действительно Научиться Собладать И Вот этот баланс Должен быть Материального И духовного Классно У каждого возраста Есть свои задачи Да И Где-то До 27 лет Вот там С 19 Можно пахать Как проклятый Вот на каменоломне Где-то поехать И На тебе это Никак не скажется До 33 лет Ты можешь еще На материальном Быть Ну Можешь быть Зациклен На этом После 33 Ты должен Уже Обратить внимание На духовные вещи Да То есть В 33 Это такой Возраст Христа Когда нужно Обратить на вещи Духовные На духовный рост На религиозные Какие-то вещи 40-43 Это масштаб Масштаб И Масштаб личности Да И вот И такая история Что Как изменить Человечество Что-то С той серии Или повлиять На развитие Эволюции Вот То есть Если мы Эти задачи Вовремя Не будем Соблюдать То Как мой друг Один сказал Что Вселенная Создаст тебе Корректирующие События Для того Чтобы ты понял Что с тобой Ввидеть Того Что Увольнение С работы Рухнет Бизнес Не знаю Заболеешь Любые Происшествия Любые Какие-то Корректирующие Вещи На которые Ты должен Обратить Внимание Для того Чтобы Изменить Траекторию Полета Своего Если ты Это Своевременно Не сделаешь Корректирующие События Будут Усугубляться И Поэтому Очень много Смертей В 40-45 Лет Потому что Многие люди Просто не успевают Они просто Не успевают Я сам еле Вот В лес Вот в этот Промежуток Потому что Мне кажется Если бы не ковид Меня бы уже не было А почему тогда Мужчины Раньше умирает Это связано С тем Что они Может быть Меньше Успевают За жизнь Сделать Мужчина К 40-45 годам Должен выйти На масштаб Да А женщина В 40-45 Должна только Выйти в свет Ух ты Понимаешь То есть Это естественный выход То есть Уже дети взрослые Самостоятельные И ты можешь Безболезненно Для семьи То есть Уже нету Никаких отговоров Чтобы пойти работать И в этот момент Ты выходишь Естественно И все А мужикам Уже нужно Сворачиваться В этот момент Ты только начинаешь Выходить А нам уже нужно Совершать действие В сторону Масштабирования Надо же Даже не задумывалась Об этом Очень интересные мысли Спасибо тебе Расскажи пожалуйста Ты как-то В прямом эфире Сказал Что у тебя есть дар Что за дар И еще Ты сказал Что ты работаешь Как и на высоких вибрациях Так и на низких вибрациях Почему я вот как сама Как энергопрактика Нас обучали И я чувствую Много литературы изучала Что все-таки Человек который работает С энергией Он должен работать На высоких вибрациях С светлыми энергиями Как можно работать На низких энергиях А как можно Черноту вытаскивать С светлыми энергиями Любовью Ну первое что приходит Смотри Ты же попадаешь В среду В агрессивную Со своей любовью И кроме того Как вот эти Корректирующие события В виде Подзатыльников Ты больше ничего там Не получишь Проще Взойти В эти Спуститься туда Там всем Надавать по шлям И выйти оттуда Можно пример какой-то Чтобы было понятно Ну грубо говоря Смотри Это сущности Да например Ну сущности Допустим Сущности Любовью Ты будешь Уговаривать Допустим Пять часов выйти Шесть Если ты святая А я Своими Корректирующими Подзатыльниками Я вытащу За 20 минут То есть Я за эффективность Смотри Я же говорю Я принимал 16 человек в день 16-18 человек в день Максимально у меня было Как-то один Или два раза было И у меня был Четкий тайминг Частного человека И поэтому Я становился Все жестче И жесточе Для того Чтобы это быстрее Все вытряхивать Из людей Я уже В какой-то момент Дошел до того Что ни здрасте Ни до свидания Встал Вдох-выдох И человек Не понимал вообще Что происходит У него В этот момент У человека Не произойдет Какая-то травма Эмоциональная Может быть Но зато уже Она одна уже Часто после Таких моментов У человека Происходит Спад энергии Он потом Жалуется Что стало Еще хуже И так далее Всегда почти То есть сначала Происходит выброс Да Вот выброс Подъем Эмоций Человек сначала Выбрасывает Если он до конца Не выпустил На сессии То он Это выходит Потом Вот дома И это всегда Человек звонит Жалуется Мне там хуже Что вы со мной Сделали И так далее Но когда Это все У него Баллаз Сбрасывается То У него Настает Период Накопления энергии То есть В этот период СПА Медитация И так далее То есть набирает энергии Потом идет вверх Некоторые люди У них это все Выбиваешь И они взлетают Как воздушный шарик Просто у них Жизнь меняется Кардинально То есть это Где-то 50 на 50 Примерно А куда деваются Эти сущности Ты их Вот Вытряхнул из человека Грубо говоря Что дальше Ты их видишь Я несколько раз видел Да Как они выглядят Что это Один раз я видел В виде черного облака Такого дымного И было Казалось Как будто Вот Бывает В помещении Которое горело Заходишь Вот такая вонь Была в квартире Но мне показалось Я у всех спрашиваю Воняет Они говорят Нет Я думаю Ладно А вы видите Нет Ну хорошо Ладно Вот А другой раз Я видел В виде белого облака Как будто Аэрозоль Вот так вот Набрызгали Но появилось И ушло Вот А так нет Я больше чувствую Чем вижу Поэтому У меня есть Яснознание И ясночувствование Но ясновидения Нету Как такового Потому что Мне не нравятся Эффекты ясновидения Во-первых Тебя пугают Во-вторых Мозг додумывает И ты четко Не понимаешь Тебе стакан показали Или ты графин придумал В общем Слишком много Неизвестных А чему ты доверяешь Больше Ясночувствованию Своему Или яснознанию Внутренне Яснознание И чувствование Я пользуюсь Постоянно То есть Я не ставлю Фильтров между Чувствованиями И умом Потому что Чувствование И язык У меня Говорят Одовременно Синхрон Это внутренние Как тебе это приходит Как голос Знаки Ты просто Послания Какие-то получаешь Что это Я ничего не получаю Просто У меня язык сам говорит И все И ты не понимаешь И не контролируешь Откуда это идет Что это Не всегда То есть Оно потоком выходит Вот Допустим На тренинге Девочка стоит И я вот Три часа Я не могу Я же говорю У меня 20 минут То есть Мой регламент Она три часа Стоит и ничего И я не понимаю Я уже не знаю И с ней разговариваю И дышим И там На эти триггеры давлю И ничего И вот так Ухо Принцесса Принцесса Шепот какой-то Я на нее смотрю Я говорю Принцесса Ты что стоишь И ее как раз Вот просто взорвало Она ревела Минут сорок Я подумал Что такое принцесса Мне папа так называл Понимаешь Вот И поэтому Я таким вещам Доверяю больше Чем что-то Я там когда придумывал Как научиться Развивать себе Внутреннее Вот это Ясное чувствование Ясное знание Это только опыт Цена ошибок трудных По-другому никак То есть 20 тысяч человек Они дают о себе знать Это мне один предприниматель Сказал Мы сейчас дружим Сильно с ним Он говорит И мы подбирали ему Там персонал Я говорю Почему Он мне показывает резюме Я говорю Вот это бери Того не бери Я говорю Ты что мне так веришь Он такой У вас же 20 тысяч человек было Ваше мнение Релевантно Это статистика уже Это статистика Правда Это авторитетное мнение На самом деле И ты можешь Вот так взглянуть На человека И сказать Я примерно могу Описать характер И проблемы Которые он создаст Вау Круто Очень интересно Расскажи еще Какие-то примеры Из практики Вот где твой дар Про дар твой Расскажи И как он включается Вообще Во сколько лет Включается у человека дар В 33 года Я так понимаю Что он у всех Сегодня У детей Которые С двухтысячников Это у всех практически То есть я не видел Ни одного Не одаренного ребенка Сегодня Они пришли Менять прям землю Это вот Для Восьмидесятых Семидесятых Годов Я там какой-то Талантливый чувак Для двухтысячников Я обычный человек Со мной в группе В коучинге Училась девочка Ей 23 Или 26 Она за полчаса Пересказала Весь мой тренинг Которую я 10 лет читал Я на нее посмотрел Я говорю Вы сейчас все такие Или только ты Она говорит У меня просто мама Что-то там Изотерии Хорошо спасибо Ты меня очень сильно успокоила Потому что я думал У меня работы нету Все И Я Энергопрактиком Научился у учителя И я думал Что у меня приобретенный дар То есть Мне говорили Все приобретенные Потом одна Зара 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 Стризм Есть Какая-то там Женщина Она говорит У тебя дар У тебя карма Белого мага Что-то там Она там наговаривала Я говорю Да-да-да Ты посмотри Ты там уже 5 человек проработала А он там Человек стоит Он там одного не может Я говорю Ладно-ладно Я от нее отмахивался От этого дара Потом Где-то года 3 назад Или 2 назад Мы встречали Новый год И У меня тетя Пришла в гости И она стала рассказывать Про бабушку Они же ведьмы все Ну там половина ведьмы С маминой стороны? С отцовской С отцовской С маминой стороны У меня Дед травник только А с отцовской стороны Вот по женской линии Там 2 или 3 Они точно ведьмы Я не знаю Она вот рассказывает Что они делали Я говорю Так же нельзя Она говорит Ну вот В общем слушай И она там И я понял Что у нас Что-то есть в линии Но до этого Я не понимал Если честно Но у меня Неизгладимая тяга Вот к этим всем вещам Была Каким-то Магия Порча Что-то вот это вот Все Колдовство какое-то Влекло прям с детства Я не понимал Я думал Что это просто любопытство Когда я познакомился С учителем И она показала Как сущности вытаскивать Там магию Вот эту снимать Я думаю Господи Это же так интересно Я начал затягивать Всех своих друзей И я с ужасом удивился Что никому это не интересно Кроме меня Я говорю Прикольно же Не прикольно Я говорю Интересно Неинтересно И вот Тетка сказала Что у нас Все-таки Родовая какая-то штука Если говорить Вот как раз О родовых программах Или таких колдовство Магия И так далее Ты же понимаешь Что есть из-за этого Кармические какие-то Последствия Как эти последствия Не получить Грубо говоря По башке Не получить Ну Я думаю Что 20 тысяч человек Это кармическая штука Какая-то То есть я отпахивал Карму За то ли За бабок Ведьм То ли За свою Прошлую жизнь Непонятно Но Я думаю Если ты работаешь Через верха То есть там Через создателя И так далее То Никто тебя по голове Бить не будет Это как Такой осознанный родитель Который тебя просто Хвалит Но если ты Пойдешь работать Через низ За это Тебя будут Бить по голове Очень сильно Поэтому Низа Я бы не рекомендовал Я могу Но я очень редко Туда спускаюсь И мне нужен Повод Чтобы это делать То есть без повода Я сильно не спускаюсь После таких сеансов Скажем Ты энергетически очищаешься Что ты делаешь Посоветуй Когда я начинал После одного сеанса Вот час сеанса Я чистил себя Потом три сеанса При этом человек Ничего не чувствовал Что ну типа Ну и что шарлатан какой-то А я три часа После него Вот Себя потом чистил То есть ты брал На себя получается Да Как ты это делал Это неосознанно получается Это первое время Неосознанно получается Потому что у тебя Слишком много дырок В сознании Защита Она вырабатывается Вот так Допустим Приходит человек Проблемы с папой И у тебя Подобные проблемы С папой И его Вот эта бяка Заходит в тебя Потому что у тебя Это не отработано Он уходит Ты это у себя Прорабатываешь Вытаскиваешь Эта дверца закрыта Но следующий клиент Приходит с проблемами С мамой Которые у тебя Тоже есть И вот так Вот 20 тысяч человек Мне создали Вот эту бронь Которую Я себе создал Обалдеть А эмоционально Точнее Визуально Ты как-то создаешь Себе барьер Чтобы человек Не входил Скажем В твое пространство Смотри Когда ты будешь Создавать Вот этот визуальный барьер Кто-то зеркала Выставляет Тут еще какие-то Купола Оставят Есть такой момент Ты остаешься В одиночестве И это не сильно Приятно Если честно На себя нужно Создать такой Энергетический поток Как струя Из-под крана воды И в тебя Просто ничего не попадет Она будет смываться Сразу И вот это Наверное Более Действительно Чем Чем вот эти Купола Все зеркала Почему Потому что На каждый щит Придет меч И чем больше щит Ты себе построишь Тем больше меч Тебе придет Оно вообще Надо тебе Да Кстати В тета-хилинге Есть такая практика Когда ты стоишь Под божественным дождем И обмываешься Светом Бога И это очень классно Любови Бога И так далее Используйте это Можете прогуглить И в ютубе Есть в бесплатном доступе Медитации Ты даешь медитации Кстати У меня много медитаций На моем канале Как называется канал? Психолог Игорь Ким И по крайней видео У меня там В каждом видео По медитации То есть там Вебинар И медитация В конце Включай Буквально 5-10 минут Классно Супер Кстати Мне твоя медитация По прощению Очень помогла В тот момент Потому что Во-первых Ты был Наверное Один из первых И никто этим Не занимался Я лично не видела Хотя Мониторила Стримом Да 10 лет назад Когда я это говорил Говорили Что ты дурак Нездоровый человек А как твоя жена Относится Она тебя поддерживает Вообще К тому Что ты делаешь Или когда ты Начинал это делать Она терпима Вот какой бы Дурью я не занимался Она терпима Ко всему Мой муж точно Так же относится Делай Лишь бы никому Не вредить И лишь бы все нормально Было Прикольно Да А твои дети Они не хотят Пойти по твоим стопам Заниматься Энергетическими практиками Старшую дочку Я уже Ну как бы Мы ее обучили Она прошла Тренинг Она прошла Инициации И она уже может То есть ты обучаешь этому Нет Я к учителю отправляю Я сам не веду Я не хочу сам Пока Это Во-первых Она мне говорит Что я еще не готов Учитель А мы можем ее Звучить имя Наталья Селезнева А это она Да И Второе Я наверное Сам действительно Не готов Потому что Знаешь У меня есть такой Внутренний страх Что Если я соберу Вокруг себя Много народу Скажут что секта И в какой-то момент Эта масса была большая На самом деле Да Тут людей Там сообщество Целое создалось И В коронавирус Это все на тормозах Спустилось Село И я не стал Его воссоздавать И поддерживать Потому что Во-первых Тяжело Во-вторых У меня все равно Какой-то внутренний Подсознательный Страх Есть этого Страх чего? Ну что Обвинять Что это секта И так далее И почему-то Я этого Ну вот прям Как-то боюсь Интересно Спасибо тебе Спасибо тебе За такой Классный разговор И я хочу Сейчас спросить У меня есть Три вопроса Экспертам Которые я задаю Первый Это твоя миссия В чем твоя миссия По жизни? Ты знаешь Я сейчас на таком этапе Когда я потерял Эту миссию То есть Если До 20-го года Я четко понимал Что я хочу Сейчас я Очень сильно Сомневаюсь В В своей миссии То есть Я ее потерял Второе Я сомневаюсь В том Что У меня ощущение Как будто Я не сильно умный человек Сейчас именно И У меня ощущение Что я на каком-то Трансформационном этапе Где я Ну чуть потерян Вот мы сейчас Застали меня В состоянии Такого Роста Роста Раздрая Какого-то Да И я поэтому Вменяемо Не могу Ответить на вопрос Миссии Но Явно же Она прослеживается Эта миссия У меня В моей жизни В траектории Есть Но я не могу Ее пока Озвучить сильно Ну в смысле Я не понимаю Вот люди Которые сейчас Также находятся В каком-то Раздрае В моменте роста Когда у них Идут скачки Или наоборот Эмоциональный спад Что им делать В этот момент Что самое главное Очень важно Понимать Что Нужно доверять Богу Вселенной Там не знаю У кого что Что Он за тобой Следит И тебя не бросит И просто Отпусти Те процессы Которые идут И наблюдай Придет время Ты увидишь знак Хватай и беги То есть эти знаки Нужно считывать А ты поймешь Когда ты в наблюдении Ты поймешь Когда ты в суете Ты пропустишь И важно ли в этот момент Не тормозить А просто двигаться Делать что-то Важно Надо Знамя Подхватить И бежать Вперед Супер Что ты можешь Посоветовать Тем кто сейчас На начале Духовного роста Своего пути Может быть Книги и фильмы Или что тебе Помогло В тот момент Меня очень сильно Зацепила книга Был период Лидер без титула Робин Шарма Почему Потому что Я посмотрел Жизни людей С разных позиций И мне это Очень сильно Понравилось И в свое время Мне это Очень сильно Помогло Я вот рекомендую Прямо Его прочитать Я рекомендую Трансформационные тренинги Тренинги Личностного роста То есть Бизнес-тренинги То есть Я сегодня Даже в этом В трендс написал Что Предпринимательство Это Дорогой Как я написал Сейчас Это Очень дорогой И очень эффективный Тренинг Личностного роста То есть Там Всплывают Все Все твои Негативные установки Связанные с деньгами С доверием С людьми То есть И И тебе придется Это прокачивать Поэтому Сначала Тренинг Личностного роста А потом Уже тренируйся В жизни То есть Уже Ливи потом Открывайте бизнес В общем Вдруг поможет А что Самое Твоя сложная Ситуация Из твоей практики Что ты вот Помнишь И она тебе Запомнилась Чем-то Какой урок Ты из этого Получил Трешевая Я не знаю Можно В конце Да А это еще Не конец А это не конец Да А то мы так Подводим Как будто Эквалайзер Сдвигается Вниз Сейчас Объясню У меня Был кейс Такой Где мы Прошлой жизни Человека Просмотрели Девять штук На одном Тренинге Ее Убивали Насиловали Ее Сжигали Топили Травили То есть Она кем только Не была Один раз Она Умерла Своей смертью От скуки Возле фонтана Потому что Она была Какой-то Домработница Или кем-то Ее украли И куда-то В султанский дворец И она там Возле фонтана Погибла И она Пришла В этот раз В Казахстан И она Не хотела На эту землю Приходить Ее вот прям Пинками Сюда притащили Проходить Ее уроки Это вот Девять воплощений Это девятое воплощение Которая Она сюда пришла Очень было интересно На тренинге У людей Глаза на лоб Полезли Потому что Человек Который с акцентом Говорит на русском Начал говорить На старославянском Это было Очень странно Обалдеть Очень странно То есть Ты веришь В реинкарнацию И что существует В прошлой жизни У меня же Четыре образования И через эти фильтры Надо Чтобы Это все прошло Поэтому Я не один раз Это наблюдал И я точно понимаю Что это есть Кем ты был В прошлых жизнях Ну одну хотя бы Крайний раз Это Франция Девушка Такая Как Мэри Поппинс Так В одиночестве Сдохла дура Очень интересно У меня Поэтому Очень сильно Меня триггерит Когда женщина Одинокая Потому что Я этот опыт Прожил И я Прям точно Понимаю Что так нельзя Нужно Хоть как Но в отношениях Хоть как Но детей Хоть где-то бери Ну то есть Регрессология И гипнотерапия Она имеет место быть Да То есть Можно работать С этой методикой Для тех Кто хочет Познать Что у них было В прошлой жизни Или какие-то Тащат Кармические уроки Из прошлой жизни По моей практике Из 20 человек Одному это надо То есть Это не всем точно Не всем надо Да Я согласна Хорошо И скажи пожалуйста Какие ты практики Помимо твоей практики Можешь посоветовать Телесные Энергопрактики Например Мне очень нравятся Расстановки Расстановки Смотрите на мастера Почему Потому что Очень важно Чтобы мастер мог Держать Энергоинформационное Пространство Это первое Потому что Если он плохо держит Это беда Чем это чревато Давай скажем Те же сущности Это же Как этот Свинк Вечеринка Для сущностей Мы все пришли Собрались Поменялись И ушли Ладно я пришел С двумя Остался с одной А кто-то же пришел Чистый И ушел с тремя Да То есть Сейчас мы немножко Объясним Что приходит человек Со своим запросом Со своей ситуацией И абсолютно незнакомые люди Они собираются И играют роли Людей С твоей жизни Чтобы твой запрос Проработать И это чревато тем Что эти моменты Или кармические моменты В людях застревают Да То есть Это так называемые Сущности Тоже может быть Окей Что еще Гвоздистояние Очень интересная практика И там Прям Высвобождаются блоки Правда Не у всех Но Высвобождаются Но опять-таки Это тоже не всем подходит Потому что все-таки Я мастер по гвоздистоянию И Ставлю людей Еще и ввожу их В гипноз И провожу там На гвоздях Стою на гвоздях Это очень классно Работает Сто процентно Но Не все могут На такую боль пойти Ну я не иду Я могу ставить Но я сам не стою Я больше садист Чем мазохист Поэтому Ну это кстати Техника чем-то похожа По боли По ощущениям С твоих техниками Потому что там Так орут люди Знаешь На гвоздях Либо человек соскакивает Вот то что я ставлю Он Ой-ой Больно И уходит Либо И тяжело работать с людьми Которые с каменным лицом На них стоят Как будто они там Каждый день на них спят Знаешь И Там Основная задача Чтобы человека Хоть как-то Начал проявлять Эмоциональный фон Хоть дышать Хоть кричать Хоть как И это очень такая Сильная провокация Да Я сам Ставлю на гвозди Иногда Когда не могу пробить Особенно этих Мозгачей Люди Которые сильно в уме Их всех на гвозди Надо ставить Потому что Они по-другому Не понимают Классно Классно Что еще ты порекомендуешь? Рекомендую Любой спорт Почему? Потому что Там есть преодоление себя Вы можете Знаете Это я у парабеллума Андрей недавно Видео пересматривал Он говорит Если вы хотите Понять все свои Черные мысли И как вы Отходите от своих целей Встаньте в планку На пять минут И записывайте На диктофон Все что тебе приходит В голову В этот момент Круто Очень мощно Ты сегодня Столько рассказал Что на самом деле Я тебе очень благодарна Что ты такой Открытый Искренний И наверное Именно поэтому Тебя любят Вообще В чем успех В чем секрет Твоего успеха? Мне кажется Что я достаточно Трудолюбив В свое время был И я Стараюсь быть Искренним С людьми Это первое Второе Я принимаю Любых людей То есть Кто бы ни пришел Я принимаю В полном абсолюте Почему? Потому что Если человек Пришел на терапию Ты должен его полюбить Это Это один из первых уроков Моего учителя Если ты его не любишь Не прикасайся Ты навредишь И поэтому Первые сеансы Из часа У меня человек Стоял 40 минут Дышал Я 40 минут Медитировал на него Я тебя люблю Я тебя люблю Но не всегда Приходят приятные люди И я научился Влюбляться Если человек Приходит на сеанс Я не люблю всех На улице Точно Когда выхожу Но если человек Ко мне пришел Это стоит уважения И я его прям люблю Классно Классно Супер И последний вопрос Скажи Как сделать Квантовый скачок Вот сейчас так Очень модно говорить Квантовый скачок В деньгах Или в чем? Вообще в жизни Вот ты свой Квантовый скачок Однозначно Сделал В какой-то момент И как Человеку Который Может сказать С нуля Не знаю Вообще В бизнесе В чем-то И тут совершает Квантовый скачок Квантовый скачок Смотри В основном 90% людей Развиваются от ужаса То есть от страха И если человек Не развивается Значит его все устраивает И поэтому Первое такое упражнение Оглянись вокруг Все что Все что тебя Окружает Это создал ты Если тебя Эта ситуация Устраивает Это ставь Так как есть Если тебя Не устраивает Увидь картинку Как ты хочешь И нужно Это вот пойти Там допустим Из своей Однокомнатной квартиры Как я там В 30 квадратов Пошел Посмотрел Там дом Большой В 600 квадратов И я понял Что Какой кошмар Что мы так живем Плохо И я Вот Ну И второе Ты берешь Ответственность за то Что Чтобы изменить Эту картинку Потом Когда ты эту картинку Меняешь Очень важно Принять Ту картинку В которой ты оказался Потому что Принятие ведет К тому Что твое эго Не будет высоко Потому что Если твое эго Будет высоко И ты не успеешь Его поймать У тебя этот дом Заберут Вот После того Как пришло Принятие Ты зафиксировался На этой ступеньке На новом уровне Привыкни Там Полгода Год Поживи в этом состоянии Потом Опять оглянись Увидь дом Арманджана Байтасова И захоти опять работать Ты вот Недавно интервью Смотрел По домам Вот этого У Алибекова Я просто Если честно У меня был культурный шок От его дома Очень классно Со вкусом Богато Дорого И Надо работать Классно Благодарю тебя За сегодняшний разговор И мне было Очень приятно Что ты откликнулся Очень быстро И Больших тебе успехов Я желаю Чтобы ты Снова Обрел В то Вдохновение Миссию Которую ты хочешь обрести Сделай еще больше Еще круче Я в это верю Я знаю Я знаю Ты это можешь И всем Друзья Я желаю Чтобы вы Духовно развивались Я обязательно Прикреплю Нашу страницу Меня и Игоря Прикреплю Ссылку на инстаграм Подписывайтесь Ставьте колокольчики Оставляйте комментарии Благодарю Есть пожелания Тебе большое спасибо За приглашение Я желаю Процветания Вашему каналу Творческих Тебе успехов Пусть Людей На которых Ты повлияла Будет Будут Миллионы То есть Не только в Казахстане И за его пределами Аминь Все Друзья На этом наш подкаст Космос внутри Завершается Друзья А я приглашаю вас На свой подкаст Космос внутри И я приглашаю Эксперта В области психологии Эзотерики Энергопрактиков Приглашаю Вместе Духовно развиваться Пусть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...